До отопительного сезона осталось два месяца, а по всему городу идут ремонтные работы на теплосетях. Особенно масштабная реконструкция проводится на улицах Вокзальной и Тернавской. Но успеет ли подрядная организация провести все необходимые мероприятия по замене трубопровода? Техническое перевооружение теплотрасс будет завершено до начала отопительного сезона, уверены теплоэнергетики. Работы все здесь организованы, материалами укомплектованы. Соответственно, видите и наличие техники, персонала, которые ведут работы. Сроки на данном объекте, сразу предвещая все ваши вопросы, до конца сентября. На данном объекте все работы должны быть завершены, проведена уборка и сдача объекта после проведения реконструкции. Журналисты в ходе пресс-тура убедились, работы на участках идут полным ходом. К примеру, на улице Вокзальная реализуется уже второй этап долгосрочного проекта. И здесь на сегодняшний день завершены подготовительные работы. Кстати, на данном участке уже 30 лет не проводилась капитальная замена трубопровода, а сроки службы у сетей – 25 лет. Поэтому масштабная реконструкция плановая, ведь это тепловая артерия, обеспечивает отоплением островную часть города, первые, часть второго, третьей и четвертой микрорайоны. Вы видите, проводятся вскрышные работы, земляные. Мы параллельно с этим производим демонтаж трубы. Работать будем по графику определено в две захватки. Вот мы на первой сейчас находимся. Дальше, как Игорь Валентинович сказал, это будет в районе Мистика вторая захватка. Всем необходимым материалами, машиномеханизмами и ресурсами обеспечены люди на площадке. Работы ведутся в соответствии с графиком, утвержденным заказчиком, согласованным с нами. Понимание есть в продолжительности этих работ. Это четко, достаточно и строго говорено в договоре, в техническом задании. Поэтому здесь срок выполнения всех работ, еще раз повторимся, 25 сентября, это вместе с благоустройством. Около месяца назад начались работы и на другом объекте, на улице Тернавской. Здесь реализуется первый этап реконструкции. Энергетики меняют участок вдоль 5-го и 6-го микрорайонов. Данная тепломагистраль доставляет теплоноситель в 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны, а также к потребителям на набережной судоходного канала. Замене подлежат почти 900 метров турбокровода. На данном объекте монтаж трубы уже начат. Сроки также у нас остаются до середины сентября. Вернее, до конца сентября. С благоустройством мы должны здесь уйти. С этого объекта. Одновременно с этими масштабными работами при конструкции теплосетей проводятся работы по обустройству узлов учёта в ключевых точках. Это 24 точки, которые мы будем контролировать для обеспечения, соблюдения параметров режима работы тепловой сети. И одновременно с этим мы сможем обеспечить контроль в случае возникновения нештатных ситуаций, каких-либо утечек на сетях и оперативного воздействия по локализации дефекта. Для того, чтобы предстоящий отопительный сезон в Балакове прошёл безаварийно, разработан целый ряд мероприятий, которые в совокупности повысят надёжность работы системы отопления. Так, в ходе гидравлических испытаний выявили слабые места тепловых сетей, которые подлежат устранению. Для сокращения тепловых потерь запланировано нанесение изоляционных материалов на трубы. Кроме этого, будут проведены работы по ремонту одного километра внутриквартальных сетей в зонах ЦТП номер 9 и 74. Включили мы в план эти объекты не просто так. В прошлом году на них максимальное количество повреждений было выявлено. Соответственно, программу скорректировали для того, чтобы повысить надёжность работы сетей на данных объектах. В этом году на реконструкцию тепловых сетей в Балакове ПАО «Т-Плюс» направит почти 280 миллионов рублей. Это на 80 миллионов больше, чем в прошлом году. Все мероприятия нацелены на повышение надёжности работы теплосистемы. И хочется надеяться, что предстоящий отопительный сезон не принесёт балаковцам неприятных моментов.